Доброе утро, уважаемые коллеги, 10 часов. Начинаем. Прошу включить режим регистрации. Доброе утро, уважаемые коллеги. Спасибо. Ставлю на голосование за основу проект повестки. Включите режим. Прошу включить режим записи. Вопросы по проекту повестки, пожалуйста. Прошу записываться. Включите, покажите результат. Александр Юрьевич Синенко. Уважаемый Сергей Генч, уважаемые коллеги, напряженная повестка в цели ее оптимизации предлагаю 16 и 17 пункты сегодняшнего порядка доложить одним докладом и со докладом и пункт 19 и 26 соответственно поставить после 17 пункта. Спасибо. Виктор Иванович Пинский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, комитет просит включить в проект порядка работы три проекта постановления по кадровым вопросам. Вчера на совете было высказано предложение фракции ЛДП рассмотреть их сегодня. И второе. Прошу разрешить доложить все кадры вопросы одним докладом. Спасибо. Спасибо. Михаил Васильевич Тарасенко. По 14 вопросу замена одного из докладчиков вместо Трапезникова Тарасенко. Спасибо. Николай Васильевич Коломейцев. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, и учитывая, что мы даже по мотивам даем три минуты, то я предлагаю, учитывая, что объединенные фонды, надо хотя бы девять минут дать. Все-таки три фонда, и там много вопросов по каждому из них. Девять вместо трех? Так, спасибо. Коллеги, предложение 16 и 17 рассмотреть с одним докладом и со докладом. Ну и поскольку докладчик тот же самый, что докладывает 16 и 17, вопросы 19 и 26 рассмотреть следом. Нет возражений? Спасибо. Так, дополнительно предлагается три проекта постановления по кадровым вопросам и весь кадровый блок с одним докладом. Нет возражений? Нет. 14 вопрос. Замена со докладчика. Михаил Васильевич Тарасенко будет делать со доклад. Николай Васильевич, предусмотрено по всем трём 10 минут выступления. Снимается предложение. Спасибо. Ставлю на голосование в целом. Включите режим. Хотел уменьшить, но не прошло. Ну да, да, что уменьшить. Уменьшить хотел, но не прошло. Мне проекты постановления три дополнительных приносите. Покажите результат. Принимается в целом. Начинаем работать по повестке. Итак, для начала блок кадровых вопросов. Второй проект постановления Государственной Думы об изменении состава некоторых комитетов Государственной Думы. Третий проект постановления с таким же названием. Четвёртый проект постановления Государственной Думы о первом заместителе председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи. И дополнительный проект постановления Государственной Думы об освобождении депутата Константина Сергеевича Суботина о должности заместителя председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Далее проект постановления об изменении в составе Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. И ещё один проект постановления о заместителе председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Докладывает Виктор Витальевич Пинский. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Комитет предлагает следующие кадровые изменения. Депутат Попов Сергей Александрович переходит из состава Комитета по регламенту организации работы Государственной Думы в состав Комитета Государственной Думы по обороне. Вновь прибывший депутат Тренин Алексей Николаевич вводится в Комитет по промышленности. Наш новый коллега депутат Кравцов вводится в Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Депутат Примачик Владимир Александрович вводится в Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Депутат Тармаев Юрий Игнатьевич вводится в комитет по аграрным вопросам. Депутат Шерин Александр Николаевич по решению фракции ЛДПР выдвигается для избрания на должность первого заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. И последнее изменение касается комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В него вводится вновь прибывший депутат Сысоев Владимир Владимирович, и по решению фракции ЛДПР он предлагается к избранию на должность заместителя председателя этого комитета вместо депутата Субботина Константина Сергеевича. Спасибо. Прошу поддержать. Есть ли вопросы? Выступления? Нет. Выносим на час голосование. Следующий вопрос. Проект восстановления Государственной Думы о внесении изменений в план проведения правительственного часа на осеннюю сессию 2015 года. Докладывает Виктор Витальевич Пинский. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, как вы помните, мы поменяли пленарные недели в декабре этого года, поэтому нам необходимо скорректировать правительственные части участия министра сельского хозяйства Ткачева Александра Николаевича. Он был у нас запланирован на 9 декабря. Предлагается с учётом просьбы самого Александра Николаевича Ткачева перенести его на 4 декабря. Все необходимые процедуры у нас для принятия данного решения выполнены. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Выступления? Нет. Выносим на час голосования. Шестой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 337 и 342 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Докладывает Андрей Михайлович Макаров. Третье чтение. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич. Законопроект подготовлен к процедуре третьего чтения. Проведены все необходимые экспертизы. Прошу поддержать. Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Седьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 284 и 342 части 2 Налогового кодекса России. Андрей Михайлович Макаров. Третье чтение. Напомню, что это очень важный закон по созданию благоприятных условий в Магадане, Магаданскую область в особой зоне. Все необходимые экспертизы проведены. Просьба также поддержать данный закон. Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Восьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Андрей Михайлович Макаров. Третье чтение. Уважаемые коллеги, законопроект подготовлен также к процедуре третьего чтения. Хочу напомнить, что это очень важный закон, который определяет налоговые нормы, необходимые для нормальной работы патентной системы. Все экспертизы проведены. Замечаний никаких нет. Просьба поддержать законопроект в третьем чтении. Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Девятый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 218, ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Третье чтение. Андрей Михайлович Макаров. Коллеги, важнейший налоговый закон, который увеличивает размер стандартных налоговых вычетов, увеличивает годовой предельный размер дохода, по которому предоставляется стандартный налоговый вычет. Все экспертизы проведены. Законопроект выходит на третье чтение. Никаких замечаний нет. Просьба поддержать его? Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. Десятый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 149, ч. 2 Налогового кодекса России. Андрей Михайлович Макаров. Третье чтение также. Уважаемые коллеги, законопроект также подготовлен к процедуре третьего чтения. Он решает важные вопросы в отношении освобождения от НДС товаров, которые по существу очень нужны населению. Это очки с диоптерями. То же самое комитет просит поддержать принятие законопроекта в третьем чтении, чтобы он уже с нового года заработал. Спасибо. Спасибо. Выступление по мотивам. Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Нет желающих выступить. Антон Анатольевич Ищенко выступит, но в час голосования. Спасибо. Выносим на час голосование. Одиннадцатый вопрос. Проект постановления Государственной Думы об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017-2018 годов. Совет Государственной Думы предложил проект порядка рассмотрения данного вопроса. Нет возражений? Нет. Принимается? Приглашаю к микрофону Эльвиру Сахипзадовну-Набиулину, председателю Центрального банка Российской Федерации. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, Вначале я хотела бы поблагодарить депутатов за очень глубокое, очень детальное участие в работе над основными направлениями денежно-кредитной политики. В результате обсуждений и рабочей группы, и комитетов мы уточнили и дополнили документ. Во вторник уточненный документ был утвержден Советом директоров Банка России. Я начну с общей характеристики текущей ситуации и основных рисков, которые эта ситуация нам предъявляет. Это предпосылки реализации нашей денежно-кредитной политики, после чего коротко остановлюсь на прогнозе и наших основных инструментах денежно-кредитной политики. На ситуацию в российской экономике достаточно сильно продолжает влиять сохраняющаяся неопределённость на мировых рынках. С точки зрения внешних рисков, на первом плане снижение цен на нефть, замедление темпов роста экономики Китая и нормализация денежно-кредитной политики в США. Переход рынка нефти к новому равновесию с более низким уровнем цен оказывает и продолжит оказывать негативное влияние на российскую экономику. Падение нефтяных цен в совокупности с эффектом от ограничения доступа российских банков и компаний к внешним заимствованиям, приводит к сокращению валютных поступлений, по нашим оценкам, примерно на 200 миллиардов долларов в годовом выражении. В Китае не ожидается резкого изменения ситуации, но определённые риски связаны не только со снижением темпов роста, но и с изменением структуры роста экономики в Китае. В промышленности темпы роста, которые влияют на спрос на сырьевые ресурсы, снижение происходит быстрее, чем в целом по китайской экономике, где всё большую роль начинает играть сектор услуг. В том, что касается политики ФРС. Фокус переключается с конкретной даты повышения ставки на более долгосрочный горизонт политики, то есть на то, какими темпами будут повышаться ставки. Расхождение между ожиданиями рынка и фактической политики ФРС по повышению ставок может создавать риски оттока капитала с развивающихся рынков, к которым относится и Россия, и роста волатильности не только в этом, но и как минимум в следующем году. Эти риски мы учитываем в своей политике. Под воздействием внешних негативных факторов сохраняется, к сожалению, высокая волатильность курса рубля. Тем не менее, она снизилась с начала года и уже не создает серьезных рисков финансовой стабильности. Более того, ее влияние на инфляцию, инфляционные ожидания и, соответственно, на поведение экономических агентов снижается. Внешние условия остаются неблагоприятными, но наша экономика постепенно к ним адаптируется. Инфляция снижается. Скачок инфляции в конце прошлого – начале этого года был вызван мощными, но одноразовыми факторами – снижением цен на нефть и последовавшим снижением курса рубля. Эффект от этих событий уже реализовался. Инфляция замедляется. Мы ожидаем, что она снизится до 12-13% по итогам этого года. По нашему прогнозу, инфляция продолжит достаточно быстро снижаться и в следующем году, чему будет способствовать умеренно жесткая денежно-кредитная политика, а также сдержанная бюджетная политика и невысокий спрос. К концу 2016 года, по нашим прогнозам, инфляция составит 5,5-6,5%. И в основных направлениях денежно-кредитной политики мы закладываем три прогнозных сценария, и во всех трех сценариях – базовом, оптимистичном и пессимистичном – мы достигаем цели по инфляции в 4% к концу 2017 года. Замечу, что, принимая решения по денежно-кредитной политике, мы всегда имеем в виду баланс рисков для инфляции и для экономики. Достижение целей по инфляции не будет происходить в ущерб экономическому росту. Возвращение к положительным темпам роста мы ожидаем ко второй половине 2016 года, а по итогам 2015 года, по нашим оценкам, составит от 3,9% до 4,4%. Отток капитала в этом году составит примерно 70 миллиардов долларов США. Здесь мы снизили прогноз, ранее ожидали 85 миллиардов долларов США. Важную роль в процессе адаптации экономики к новым внешним условиям сыграл переход к плавающему курсу рубля. Плавающий курс – это не единственный, но значимый фактор, ускоривший адаптацию платёжного баланса и изменение структуры экономики в ответ на внешние шоки. Что касается платёжного баланса, то мы наблюдаем одновременно рост сальдо по текущему счёту и сокращение оттока капитала по причинам, не связанным с выплатой долгов. Наряду с адаптацией платёжного баланса мы также уже видим сигналы изменения структуры экономики. Первые признаки того, что в экспортирующих и импортозамещающих секторах ситуация начинает выглядеть чуть более устойчивой. Несколько слов о ситуации в банковском секторе. Начну с ситуации на рынке депозитов. В этом году нам удалось переломить ситуацию, тенденцию прошлого года, когда на протяжении года происходило снижение объёма рублёвых депозитов. За 10 месяцев этого года вклады выросли на 14,2%, без учёта валютной переоценки на 10,2%. Теперь, что касается кредитования. В начале года действительно кредитование затормозилось, а по отдельным направлениям, к примеру, по малому бизнесу продолжило снижаться. Однако в последние месяцы рост кредитования возобновился. За 10 месяцев банки увеличили кредитование предприятий на 7,1%, без учёта валютной переоценки на 2,2%. Отмечу, что рост кредитования происходит, несмотря на то, что качество кредитного портфеля банков ухудшилось. Правда, в этой сфере мы видим некоторые положительные сдвиги. Просроченная задолженность растёт, но тенденция эта затухает. Так, за октябрь текущего года удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям вырос на 0,1%, до 5,9%, по розничным кредитам с 8 до 8,1%. Тем не менее, темп роста кредитования может быть ограничен не только высокими процентными ставками, но и накопленной достаточно высокой долговой нагрузкой нефинансового сектора в целом. Суммарный объём, суммарный уровень долговой нагрузки предприятий, которые включают и внешние кредиты, и облигационные займы, сейчас составляют около 80% ВВП. Это ниже, чем в развитых странах, но выше, чем во многих странах с развивающимися рынками. Есть сектора и компании с потенциалом наращивания кредитования, а есть те, которым противопоказан дальнейший рост долгов, там уже долговая нагрузка такова, что может создать угрозу для развития. Большие риски есть в строительстве, участие компаний в обрабатывающих секторах. Среди сырьевых компаний риски сохраняются в угольной отрасли. И вопрос финансирования роста в реальном секторе – это куда в большей степени вопрос восстановления платёжеспособности компаний и привлечения капитала, чем вопрос наращивания кредитов. Мы по опыту других стран видим, что чрезмерное расширение кредитования может создавать большие риски для развития в будущем. Теперь я перейду к нашему прогнозу. Мы уже представляли наш прогноз ранее, поэтому я достаточно коротко по нему пройду. Итак, мы выделяем три прогнозных сценария в зависимости от цен на нефть. В базовом сценарии среднегодовая цена составит 50 долларов за баррель. Оптимистичный сценарий – это рост нефтяных котировок до 70-80 долларов за баррель. Рисковый сценарий – среднегодовая цена на нефть ниже 40 долларов за баррель. Во всех сценариях мы предполагаем, что режим финансовых санкций и торговых ограничений в ближайшие три года сохранится. В базовом сценарии мы ожидаем, что годовые темпы прироста российской экономики перейдут в положительную область в 2017 году. В 2018 году ожидается рост около 2-3%. В базовом сценарии по мере снижения инфляции и стабилизации инфляционных ожиданий мы видим возможность продолжить снижать ключевую ставку. В оптимистичном сценарии восстановление экономического роста в годовом выражении произойдет уже в 2016 году. Инфляция будет постепенно снижаться, как и в базовом сценарии. Потенциал снижения ключевой ставки будет несколько больше, как и потенциал по пополнению золотовалютных резервов. В условиях повышенной неопределенности относительно перспектив не только нефтяного рынка, но и в целом мировой экономики важно быть готовым к наиболее неблагоприятному развитию событий. Для этого мы рассмотрели рисковый сценарий. В случае нарастания рисков мы будем готовы задействовать весь арсенал имеющихся у нас инструментов и мер, включая наращивание объемов валютного рефинансирования и осуществление продаж иностранной валюты для поддержания финансовой стабильности. Такой инструментарий у нас есть и готов к применению в случае необходимости. Теперь об инструментах рефинансирования. Я напомню, что помимо стандартных инструментов мы ввели специализированные, направленные на поддержку кредитования в приоритетных секторах и там, где есть провалы рынка. Сначала о развитии стандартных инструментов. В фокусе нашего внимания во второй половине прошлого и начале этого года находились проблемы дефицита обеспечения в связи с ростом спроса на рублевую ликвидность со стороны Центрального банка и проблемы доступа к валютной ликвидности. Для решения проблемы обеспечения мы расширяли ломбардный список, перечень Банка России, увеличивали поправочные коэффициенты для оценки стоимости актива обеспечения. Мы также создали инструменты предоставления валютной ликвидности на заемных основаниях, но уже в первой половине года ситуации и с рублевой, и с валютной ликвидностью существенно улучшились. Начался рост депозитов в банках. Отпала необходимость в наращивании наших операций. Возникли возможности для их сокращения. Объем задолженности по операциям РИПО в рублях сократился с 2,8 трлн. рублей на начало года до 789 млрд. рублей на сегодняшнюю дату. Задолженность по обеспеченным кредитам Банка России за этот период снизилась с 4,4 трлн. рублей в два раза до 2,2 трлн. рублей. Введенные в прошлом году инструменты валютного РИПО и кредита в иностранной валюте позволили улучшить ситуацию с валютной ликвидностью, сгладить прохождение пика выплат по внешним долгам, и таким образом способствовали стабилизации валютного рынка. Начиная со второго квартала, ситуация с валютной ликвидностью улучшается, и спрос на наши операции падает. В результате объем средств, выданных по всем инструментам в иностранной валюте, снизился с максимального уровня 36 млрд. долларов до примерно 26,5 млрд. долларов. Лимит по этим операциям установлен Банком России в объеме 50 млрд. долларов США. Следует отметить, что инструментарий по предоставлению валютной ликвидности не ограничен 2015 годом. Операции РИПО были введены на период до конца 2016 года, а кредиты в иностранной валюте – до конца 2017 года. Банк России проводит мониторинг достаточности валютной ликвидности у нефинансовых компаний и банков для осуществления выплат по внешним долгам. Оценка на 2016 год показала, что платежи по внешнему долгу в следующем году будут носить равномерный характер. Более того, мы проводим опросы, специальные опросы наших крупнейших компаний, и по данным опросам 30 крупнейших компаний выплаты по внешнему долгу, я подчеркну, с учетом внутригруппового финансирования, которое есть, в первом квартале 2016 года составит 6 млрд. долларов США, а в четвертом квартале этого года – 8 млрд. долларов США, еще раз, с учетом внутригрупповых платежей. Объемы корпоративных выплат по внешнему долгу в 2016 году будут примерно в два раза меньше, чем в 2015 году. В целом же российский внешний долг с 2014 года снизился кардинально, он снизился почти на 30%. На начало 2014 года весь внешний долг составлял 729 млрд. долларов США, в настоящее время это 522 млрд. долларов США. Теперь о специализированных инструментах. У нас их четыре, направленных на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса, ставка там 6,5%, срок 3 года, несырьевого экспорта, проектного финансирования. По этим двум инструментам ставка сейчас 9% и поддержка военной ипотеки. По состоянию на сегодня по программе поддержки инвестиционных проектов использовано 43,7 млрд. рублей из лимита 100 млрд. По кредитованию малого и среднего бизнеса из лимита 50 млрд. использовано 32,8 млрд. рублей. По кредитованию несырьевого экспорта использовано 17,2 млрд. рублей из лимита 50 млрд. По программе военной ипотеки лимит 10 млрд. был увеличен до 30 млрд. в этом году и в настоящий момент использовано чуть менее 20 млрд. рублей. К нам часто обращаются с просьбой увеличить лимиты по этим специализированным инструментам. Не спорю, что в отдельных случаях, когда существующие лимиты выбраны, это имеет смысл делать. Так, в этом году мы увеличили лимит по рефинансированию военной ипотеки, я уже говорила, по проектному финансированию с 50 до 100 млрд. Но для обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики важно, чтобы нормальный доступ к финансированию был у широкого круга экономических агентов, а не только у тех, кто может добежать до государства и получить кредитование в рамках специализированного инструмента. Поэтому нам важно проводить политику, которая приведет в конечном итоге к снижению процентных ставок по всем кредитам, а не просто расширять финансирование по льготным ставкам для избранных и тем самым замедляя или уменьшая возможности для снижения ставок для кредитов по всем кредитам. В завершение я хотела бы сказать, что, как видите, мы достаточно гибко стараемся реагировать на ситуацию, корректируем наши инструменты, вводим дополнительные меры поддержки, там, где они необходимы. Мы стремимся очень оперативно реагировать на любые изменения внешних условий. Как показали итоги девяти месяцев этого года, принимаемые меры срабатывают. Но при этом мы также не допускаем искажений механизмов денежно-кредитной политики, излишних послаблений для банковского сектора, которые позволяли бы вместо того, чтобы решать проблемы, их маскировать. Наша задача – не замискировать проблемы в экономике, но дать банкам, реальному сектору время, чтобы научиться вести бизнес в новых условиях. В эпоху высокой глобальной волатильности она, видимо, будет немалое время. Главная задача Центрального банка – обеспечение ценовой стабильности, финансовой стабильности и в целом экономической стабильности. В случае сильных шоков не все эти цели легко обеспечить одновременно. В прошлом году, когда в сложных условиях мы приняли решение о переходе к плавающему курсу, мы вынуждены были допустить скачок инфляции, чтобы снизить риски для экономики. Но нам удалось достаточно быстро взять эту инфляцию под контроль, и мы сейчас продолжаем политику, которая будет приводить к снижению инфляции. Параллельно мы предпринимали меры по поддержанию в целом финансовой стабильности. Задача на следующий период – не допустить, чтобы усиливавшаяся в начале этого года инфляция стала угрозой для экономического роста в будущем. При этом особую важность имеют долгосрочные рыночные процентные ставки для субъектов экономики. Они снизятся только в том случае, если снизится инфляция, инфляционные ожидания. Нам важно закрепить эту тенденцию, именно тенденцию к снижению долгосрочных процентных ставок. Принимая сейчас решение о процентных ставках, мы должны учитывать и текущие, и будущие риски для экономического роста и для инфляции. Слишком быстро снижая ставку сейчас, мы можем создать риски того, что ставки начнут растить в будущем. Мы не должны этого допускать. При этом, принимая решения в сфере денежно-кредитной политики, мы исходили и будем исходить из того, что финансирование зависит от доверия участников рынка друг к другу, от их веры в способность в том числе Центрального банка обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, их уверенность в будущем куда больше, чем только от стоимости краткосрочного фондирования от Центрального банка. На этом я закончу свое выступление. Спасибо большое за Ваше внимание. Спасибо. Николай Николаевич Гончар. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемая Эльвира Сахебзадовна. Месяц тому назад проект единой денежно-кредитной политики поступил в Государственную Думу. Он был разослан общественным организациям участников рынка, специалистом, проработали экспертные советы. Была создана рабочая группа, которая на основании тех рекомендаций, которые мы получили, направила свои предложения в Центральный банк. И должен специально сказать и высказать слова признательности. Все предложения, которые сформулировала рабочая группа, Центральный банк принял, и они нашли отражение в том документе, который мы сейчас рассматриваем уже без слова проекта. Неоднократно звучало, и этим закончила Эльвира Сахебзадовна, «Достижение любых целей денежно-кредитной политики, в принципе, возможно только в условиях доверия к национальной валюте, доверия к национальной банковской системе и доверия к последовательной, публичной и предсказуемой единой политике Центрального банка». На что хочу обратить ваше внимание. Это не денежная политика Центрального банка. Это единая государственная денежно-кредитная политика. На заседании комитета неоднократно звучали вопросы, на которые коллеги из Центрального банка говорили, что тот документ, который мы обсуждаем, носит несколько иной формат, и он определен действующим законом о Центральном банке. Но формат не догма, и если нужно изменить формат с тем, чтобы в дальнейшем отражать важнейшие вопросы, повторяю, единой государственной денежно-кредитной политики, мы вправе это сделать. Комитет готов вернуться к обсуждению этого вопроса. Многократно звучал вопрос о доверии и об инфляционных ожиданиях, которые могут быть спровоцированы и повлиять на ситуацию значительно сильнее, нежели реальная обстановка в экономике страны. Но это в определенном смысле был сделан расчет нашими оппонентами. Поэтому с нашей точки зрения исключительно важный вопрос – публичность в деятельности Центрального банка, и хотя этого нет в действующем законодательстве, тем не менее важно, чтобы люди доверяли не просто зная, но и понимая, что те действия, которые заложены в документе, который мы сегодня обсуждаем, действительно приведут к тем результатам, которые декларированы. К сожалению, на сегодняшний день у нас в единых направлениях денежно-кредитной политики нет раздела надзор и регулирование. Этот вопрос сегодня косвенно присутствует, но в редакции и другие направления. А это вопрос специальный, имеющий непосредственное отношение к уровню доверия. И этот вопрос нужно обязательно отразить. Мы считаем, что нуждаются в глубоком анализе те последствия, к которым привели существенные отзывы лицензии у действующих кредитных организаций. Но когда к нам с вами приходят люди, клиенты этих организаций, они не рыдают по поводу факта закрытия. Они прежде всего задают вопрос, где вы были раньше. Ведь это организация, которая действовала с разрешения регулятора, и это организация, в которую мы принесли свои деньги. И поэтому, поддерживая те шаги, которые Центральный банк принимает по расчистке ситуации в банковском секторе, мы считаем, что, тем не менее, должен быть предельно усилен и надзор. И если для этого требуется ввести базель-3, понятно, что банки против этого возражают, но если для этого потребуется ввести значительно более жесткую систему надзора и регулирования, это обязательно нужно сделать. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Николаевич. Андрей Михайлович Макаров. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич. Буду предельно краток, лапидарен, потому что 5 минут об основных направлениях денежно-кредитной политики. В общем, строго говоря, я не очень понимаю, что можно сказать. Поэтому о главном. Итак, первое, на что хотел бы обратить внимание. Самое важное, это то, что впервые в истории нашего бюджетного процесса за долгие годы одновременно рассматриваются основные направления и бюджет. Я не буду вспоминать те причины, по которым эти документы были разорваны между собой, но получалось следующим образом. Мы принимаем бюджет, бюджетную политику, а через месяц мы рассматриваем ОДКБ уже, на самом деле, с другим прогнозом, с другими предложениями, и получается, что вроде бюджетная политика и денежно-кредитная политика действуют на основании разных прогнозов и в совершенно противоположных направлениях. Вот то, что сделано сегодня, очень важно, потому что в тех условиях, в которых оказалась страна, нам необходима координация всех действий в этой сфере. Вот это первое и главное достоинство того, что мы сегодня рассматриваем. Вот теперь хотел бы сказать о некоторых проблемах. Инфляция. Вот слушали мы сейчас Эльвирусовский взаданно. И совершенно понятно, что мы тоже поддерживаем предложение бюджета, что на следующий год инфляция запрограммирована 6,4, и предложение ЦБ о том, что инфляция должна быть там 4-4,5%, абсолютно справедливо. Но ведь все мы прекрасно понимаем, что сегодня инфляция в основе своей, я подчеркиваю, в основе своей, имеет немонетарный характер. И, следовательно, достигнуты эти будут рубежи или недостигнуты, зависит не только от действий ЦБ. Возвращаемся к первому вопросу. Эта политика должна быть скоординирована. Только тогда мы сможем решить проблемы инфляции, а пока вот эти вещи находятся, к сожалению, в несколько разных направлениях, боюсь, что эти рубежи нам достигнуть эти цифры не удастся. Следующий вопрос. На самом деле это очень важный вопрос, который касается стоимости кредита. Мы все говорим, вот сейчас мы слышали Эльвирусовский взаданно, она сказала, мы готовы снижать ставку не в ущерб инфляции. На самом деле, коллеги, когда говорят, давайте снижайте ставку, давайте поймем одну вещь. Нельзя противопоставлять вопрос о том, как развивается экономика, вопрос о том, сколько будет стоить булка, хлеба в магазине. А вопрос инфляции – это именно этот вопрос. И на самом деле это должно быть совмещено. Это мы должны с вами понимать. Но есть ключевая ставка. Снизили, сколько сейчас могли. Но ведь, простите, государственные-то бумаги финансовые, которые размещает нецентральный банк, по какой ставке они размещаются? И ни один банк не выдаст вам кредит по ставке ниже той, которая установлена по государственным бумагам, которые размещаются. Это к функции МЦБ вообще никакого отношения не имеет. Но получается, что фактически ключевая ставка сегодня не определяет ставку по кредиту. Так тогда у меня вопрос. Почему же мы все время говорим, центральный банк, снижайте ставку, от этого зависит кредит? У нас же только два рецепта, которые говорят защитники. В первую очередь, естественно, малого бизнеса. Кстати, доходы, которые получают защитники малого бизнеса, таковы, на мой взгляд, сегодня самый доходный вид бизнеса. Что если бы половину этих доходов мы вложили в малый бизнес, он стал бы крупным. Но еще раз хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство. Коллеги, это не проблема ключевой ставки. Это проблема совмещения, координации деятельности основных направлений денежно-кредитной политики и в целом бюджетной и налоговой политики страны. К сожалению, сегодня мы этого не видим. Но именно этот вопрос, может быть, он напрямую относится, точнее, он просто не напрямую относится к деятельности ЦБ. Это вопрос координации, надо безусловно объяснить. Кстати, ставка по кредитам, ставка по ценным бумагам, это посуществует бенчмарк. Бенчмарк. Я еще раз говорю, давайте будем задавать эти вопросы, но эти вопросы надо задавать не Эльвири Сахивзаду. Ну и, наконец, последнее, что, наверное, мне кажется, тоже очень важное и о чем бы хотел сказать. Коллеги, вот сегодня мы слышим несколько рецептов. Об одном из них, снижении ставки, я уже сказал. А второе, это просто взять и напечатать деньги. Мы слышим это от людей, которые занимают вообще-то ответственное положение в государстве. Мы слышим это от людей, которые, по идее, должны защищать ситуацию, которая происходит. Я хотел бы сказать одно, и вот закончить словами. Я хотел бы пожелать Центральному банку, и, извините, очень хрупкой женщине, которая стоит во голове его, силы воли и мужеству, чтобы противостоять этим популистским предложениям, которые на самом деле направлены на саморекламу, но ведут в конечном итоге к разрушению экономики страны и отказу от выполнения обязательств перед гражданами. Комитет по бюджету предлагает принять к сведению информацию и начать её выполнять. Спасибо, Андрей Михайлович. Анатолий Геннадьевич Аксаков. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я сразу хотел бы сказать, что Комитет по экономической политике также предлагает принять к сведению представленный Центральным банком документ. При этом хотел бы отметить, ну и Комитет это отмечает, что документ очень высокопрофессиональный, и он ясно нам показывает, что Центральный банк контролирует ситуацию и владеет, создав, проведя соответствующую работу, широким инструментарием, который позволяет нам спокойно смотреть на финансовую ситуацию, на экономическую ситуацию, понимая, что Центральный банк в любой момент в случае развития драматичного мешается в ситуацию и обеспечит соответствующую стабильность. В этом документе объявляется, что Центральный банк будет таргетировать инфляцию, хотя по факту мы видим, что Центральный банк в том числе и стремится обеспечивать валютную стабильность, стабильность на валютном рынке и обеспечивает финансовую стабильность, ну и следит в том числе и за параметрами экономического роста, стремясь к тому, чтобы с помощью своего инструментария все-таки создать условия для несильного падения нашей экономики. Но вот хотел бы пополемизировать с Андреем Михайловичем, со своим близким товарищем, которого очень уважаю, есть вопрос телегии и лошади, от чего зависит инфляция. Есть один подход, что надо проводить жесткую монетарную политику для того, чтобы инфляция была низкая. И другой подход, надо простимулировать экономический рост, производство товаров, чтобы булок хлеба было больше, соответственно, эти булки станут сразу же дешевле. В связи с этим, на наш взгляд, инфляция и на взгляд Комитета по экономической политике, что отражено в заключении, все-таки инфляция зависит от развития экономики, от ее диверсификации. И если мы не осуществим широкую диверсификацию экономики, то проблема большой инфляции, проблема стабильности рубля, проблема финансовой стабильности всегда будет стоять на повестке дня и в этом зале, и у правительства, и у Центрального банка. И поэтому никуда не уйти от Центральному банку от проблемы поддержки экономического роста и диверсификации экономики. Понятно, что это надо делать вместе с правительством. Понятно, что те целевые деньги, которые выделяет Центральный банк, должны идти по назначению, а не уходить, я имею в виду, на инвестиционные проекты, а не уходить на валютный рынок. И для этого Центральный банк должен очень жестко контролировать. Я не говорю, что там устанавливать валютные ограничения, но очень жестко контролировать валютный рынок. И при этом, на мой взгляд, у Центрального банка должно быть право, не обязательно применимое право, но должно быть право устанавливать валютные ограничения в случае возникновения каких-то драматичных событий на финансовом рынке. Для того, чтобы обеспечить, в том числе, нашу национальную безопасность, финансовую стабильность. Что касается ключевой ставки. Ну, Эльвира Сахизадовна сказала, и Андрей Михайлович подчеркнул, что все факторы говорят о том, что инфляция будет снижаться. Эффект девальвации завершается. Прогноз и проект бюджета, который мы сегодня будем рассматривать, говорят о том, что тарифы на услуги естественных монополий будут примерно в полтора раза меньшими темпами России, чем инфляция, прогнозируемая на следующий год. Ну и мы не индексируем заработные платы бюджетникам и слабо индексируем пенсии пенсионерам. То есть все говорит о том, что инфляция будет снижаться под влиянием немонетарных факторов. И в связи с этим, на наш взгляд, на взгляд комитета, все-таки есть объективные условия для более решительного снижения ключевой ставки. Решительного я не имею в виду, там на 2-3 процента. Но вот поступательно, как ЦБ определил, по 0,5 процентов там каждое заседание совета директоров. И это, я думаю, был бы такой хороший сигнал для рынка. Причем хотел бы, опять же, полемизировать с Андреем Михайловичем, подчеркнуть, что ставки по кредитам снизились лет за снижением ключевой ставки. Когда была ставка 17 процентов, то ставки были и 35 и выше. Сейчас уже они в районе 15-17, но до 20 процентов. Все говорит о том, что ключевая ставка влияет на проценты по кредитам. И в связи с этим, конечно, все ждут того, чтобы ЦБ двигался в этом направлении. И два слова о базе «Ле-3». Я считаю, что его надо применять, но для системно значимых банков. А для второго эшелона эти меры регулированы, на мой взгляд, слишком жесткие, и они, опять же, сдерживают кредитование. Спасибо, Андрей Геннадьевич. Переходим к вопросам. Напоминаю, что вопросы могут быть адресованы не только Эльвире Сахипзадовне, но и садокладчикам. Начинает Алексей Викторович Корниенко. Микрофон. Эльвира Сахипзадовна. 13 октября этого года на форуме «Россия зовет» Вы заявили, что основной целью Центробанка является борьба с ростом цен, что снижение инфляции является стратегической целью Центрального банка России. Пообещали к 2017 году инфляция составит 4%. Вопрос. Каким образом Вы собираетесь за один год довести инфляцию до 4%, если к сентябрю подорожали сахар на 40%, подсолнечное масло – 30%, рыба – 21%, гречка – аж на 91%, основной продукт для подавляющего населения – хлеб на 10%. Эти данные Росстата в реальной жизни цены ещё выше. При такой борьбе с ростом цен, когда ожидать роста экономики и хватит ли у граждан страны терпения и сил дожить до улучшения своего благосостояния? Спасибо большое за вопрос. Вы вопросом сами подчеркнули, насколько важно снижение инфляции, насколько это должно быть приоритетом государства снижения инфляции. И подчеркну, что инфляция стоит на первом месте по опросам граждан среди проблем, которые их беспокоят. Поэтому мы и намерены её снижать. Мы снижать инфляцию до 4% собираемся к концу 2017 года. То есть это в течение двух с лишним лет, не в течение одного года, потому что вынуждены и должны взвешивать все риски, связанные со снижением инфляции, с экономическим ростом. Делаем это сбалансированно. В следующем году мы ориентированы на то, чтобы снизить инфляцию к концу года до 5,5-6,5%. Основания для этого есть. Как я уже говорила, что инфляция, скачок был вызван тем обесценением курса, которое произошло в начале года прежде всего. Этот эффект во многом исчерпался. Но тема, которую вы назвали, как дорожают продукты питания, она, конечно, очень важная. Потому что мы, с одной стороны, можем снизить общий уровень цен, но важно, чтобы внутри этого общего уровня цен снижались цены на социально значимые продукты, продукты питания. И здесь, конечно, без диверсификации экономики, эффективных программ импортозамещения и без воздействия на немонетарные факторы инфляции мы эту задачу не решим. Её надо решать одновременно со снижением общего уровня цен. Спасибо. Ярослав Евгеньевич Нилов. Уважаемая Эльвира Скибзадовна, СМИ цитирует одного из ваших заместителей, который заявил, что в ближайшее время ожидается изготовление большого количества наличных денег. Не означает ли это, что в ближайшее время возможна деноминация и замена денег? Подобные заявления это можно рассматривать как подготовка общественного мнения. Спасибо. Нет, категорически нет. Заявление шло о том, что в нашем прогнозе спроса на наличные деньги до конца этого года. Это обычный сезонный спрос, когда люди в конце года тратят наличные деньги. Это не приведет к никаким иным воздействиям, связанным с денежными показателями, потому что мы будем учитывать параметры спроса на наличные деньги в наших операциях к предоставлению ликвидности и других. Это обычная рутинная деятельность, и здесь никакого всплеска спроса на наличные по сравнению, например, с прошлым, с позапрошлым годом не будет. Спасибо. Марина Алексеевна Мукабенова. Да, спасибо. Эльвира Сахипзадовна, почему вы считаете, что инфляция будет снижаться? Вы об этом неоднократно говорили. Мы можем предположить, что таким образом и остановится рост цен. Вы в своих выступлениях неоднократно и на всех наших площадках и в СМИ говорите о том, что в инфляции высока доля немонетарной составляющей. Нас интересует, как вы будете на неё влиять своими инструментами. Спасибо. Спасибо. Действительно, немонетарные факторы инфляции существуют, но они скорее влияют не на общий уровень инфляции, а на структуру инфляции. Если тарифы естественных монополий растут более высокими темпами, это значит, что цены на товары других отраслей будут расти меньшими темпами. Значит, эти отрасли не будут дополучать соответствующих доходов, будут меньше стимулов развиваться и так далее. Поэтому очень важно, чтобы сдерживались немонетарные факторы инфляции. Это будет влиять не только на восприятие инфляции, но и на перспективы экономического роста. Вот я уже говорила, что нас беспокоят высокие темпы роста на плодо-овощную продукцию, потому что она носит сезонный характер, и мы видим сейчас сезонный всплеск инфляции, но это не означает, что в целом инфляция из-за этого вырастет. У нас есть те направления, те отрасли, где у нас цены падают. Например, на рынке недвижимости цены падают, но население инфляцию воспринимает прежде всего по продуктам питания, продовольствия, по ЖКХ, и поэтому очень чувствительно воспринимается, инфляционные ожидания высокие. Поэтому я ещё раз подчеркну, нас беспокоит не только общий уровень инфляции, на который мы можем влиять монетарными факторами, но вот эта структура инфляции, и здесь, конечно, нужна координация вместе с правительством для того, чтобы и программа импортозамещения, развитие собственного производства приводила к снижению цен на социально-чувствительные товары. Анатолий Геннадьевич Аксаков. Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, в этом зале часто задаю вопрос представителям исполнительной власти, и вам этот вопрос. Все понимают, что надо преодолевать неэффективную нашу структуру экономики, а это требует в том числе значительных ресурсов, которые направляются в инвестиции. Внешнее фондирование затруднено, практически запретительно, бюджет ограничен, то, что предусмотрено в проекте, но крайне слабо может поддержать изменения структуры. Бизнес, видя, что государство не идёт в инвестиции, тоже не спешит инвестировать. Вся надежда на Центральный банк. Вы заявили о том, что, ну, объявили уже полтора года назад о проектном финансировании, о его поддержке. Мы сегодня рассказали о том, что менее половины лимита правительство только выбрало за эти полтора года. Возникает вопрос, почему так медленно они работают, ну и что готовы ещё сделать, что готовы сделать Центральный банк ещё для того, чтобы поддержать... Спасибо большое за вопрос. Если вопрос о конкретном инструменте проектного финансирования, он действительно достаточно долго разворачивался. Это совместный инструмент Центрального банка и правительства. Решение Центральный банк своей страны принял ещё в апреле 2014 года. Тогда мы установили лимит 50 миллиардов рублей. В этом году увеличили до 100 миллиардов рублей. Выбрано, я уже сказала, меньше половины. Но есть процесс отбора проектов, и по моим данным проектов сейчас отобрано на большую сумму, больше 300 миллиардов рублей. Весь объём госгарантий, а это проекты под четверть госгарантий, весь объём госгарантий, который был предусмотрен бюджетом на этот год, тоже практически выбран. И сейчас просто банки приходят к нам за рефинансированием. И мы видим, что в следующем году мы будем продолжать давать деньги под уже принятые решения. Плюс к этому на 2016 год предусмотрен также определённый объём госгарантий, так что этот инструмент будет работать. Вопрос, конечно, возникает по поводу эффективности проектов, насколько они повлияют на импортозамещение, но такой анализ можно будет сделать после их реализации. И у меня буквально полторы минуты. Я бы хотела отметить в целом вопрос финансирования инвестиций. Это ключевой вопрос. Понятно, что новая модель экономики требует инвестиций. Инвестиции должны финансироваться. Бюджетные инвестиции ограничены, вы совершенно правы. Внешние источники ограничены. Остаётся два механизма. Первый – прибыль. И, соответственно, финансирование либо заёмное, либо привлечение внутренних инвесторов. Прибыль в этом году, в первой половине года выросла существенно. Она потом начала уже снижаться темпы. Но, посмотрите, она не пошла в инвестиции. Это вопрос не процентных ставок, это вопрос в целом отношений и мотивации инвесторов. Потому что ресурсы в первой половине года были связаны с ростом прибыли. В первой половине года прибыль выросла на 40%. Поэтому нужно создавать мотивацию. Нужно ликвидировать те узкие места структурной проблемы, которые мешают этим инвестициям. И ещё раз хотела подчеркнуть, не надо увлекаться многим секторам долговым финансированием. Долговая нагрузка большая у некоторых предприятий, она давит на их выживаемость, платёжеспособность низкая. Нужно привлекать инвестиции, нужно привлекать с рынка капитала. Поэтому мы, как мегарегулятор, также заинтересованы в том, чтобы развивать финансовые институты, которые дают не просто долговое финансирование, а дают деньги в капитал. Спасибо. Спасибо. Борис Сергеевич Кашин. Уважаемая Эльвира Сахибзадовна, очевидно, что современный капитализм не может и не хочет существовать без всесторонней поддержки частных банков со стороны государства. Но если на Западе частные банки в ответ берут на себя некоторые обязательства, ну и, по крайней мере, мы видим, что инфляция там около нуля, то в России система поддержки банков работает в угоду нескольким приближённым к власти кланам. И вот именно поэтому прибыли не идёт в реальный сектор экономики. Вот стоят два вопроса. Сколько стоит государству поддержка банковской системы? Я имею в виду в сумме и льготное кредитование, и декапитализацию, и санацию. И какие результаты обеспечивает эта поддержка? Вот, к примеру, в отчёте правительства приведены два крупнейших банка, получившие в сумме 150 миллиардов рублей и купившие на эти деньги облигации государственных компаний, а остаток положивший на депозит ЦБ. Зачем нужен такой банкинг? Ещё могли бы Вы назвать цифру, во сколько обошлась государству поддержка сберегательного банка Российской Федерации? Спасибо. Вопрос, здесь несколько вопросов. Вопрос по докапитализации банков. Ну, во-первых, там в программу докапитализации банков принят достаточно широкий круг банков, 30 банков, это всё-таки не 2-3 банка, и средства этим банкам выделяются только под жёсткие обязательства, прежде всего, по наращиванию кредитного портфеля в приоритетные отрасли экономики. Банки начали получать деньги совсем недавно, летом начали получать, и сейчас проводится мониторинг агентством по страхованию вкладов. Мы получаем данные этого мониторинга. По анализу этих данных банки выполняют требования и выполняют эти условия по наращиванию кредитования в приоритетные сектора экономики. Это то, что касается докапитализации. То, что касается льготных кредитов, я уже суммы называла, которым мы даём льготные процентные ставки, но они все очень целевые. То либо это инвестиционные проекты, проектное финансирование, когда с нуля строится предприятие, либо это развитие несырьевого экспорта, малый и средний бизнес. Это проекты, которые направлены на развитие наших секторов экономики. И там фиксируется маржа банков. То есть банки на этом не шибко зарабатывают, скажем так. Что касается санации. Санация – это не мера поддержки банков. Это мера поддержки вкладчиков и кредиторов банков, которые держали деньги в банках, у которых возникли проблемы. Эти банки не могут отвечать по своим обязательствам перед кредиторами и вкладчиками. И когда мы принимаем решение по санации и выделению денег, мы сравниваем всегда это с суммой, которую выплатило бы агентство по страхованию вкладов, выплачивая застрахованным лицам. А когда мы санируем, мы, по сути дела, спасаем всех клиентов банков, а не только застрахованных лиц. И суммы, которые мы выделяем на санацию, они меньше того, что той суммы, которая выплатила агентство по страхованию и по застрахованным лицам. По Сбербанку. В этом году мы Сбербанку не выделяли средств. Общая задолженность по субординированным кредитам, которые выделялись в предыдущие годы, насколько я помню, около 500 миллиардов рублей. Спасибо. Александр Николаевич Ширин. Уважаемая Эльвира Сахибзадовна, всякое действие любого руководителя имеет конечную цель. С приходом вас на пост председателя Центробанка количество банков в России сократилось на 200. При этом уровень инфляции в стране за последние 12 месяцев составил более 16%, рубль обесценился на 30%, население страны страдает. Банки затаились в ожидании, кто следующий, кредитов не выдают. Так какую цель конкретную санации банка вы хотели достичь, и самое главное, когда? И как, на ваш взгляд, может развиваться экономика, и самое главное, импортозамещение, если процентная ставка в европейских банках полпроцента, а у нас только ключевая ставка Центробанка составляет 11? По вопросам по банкам. Наша цель по оздоровлению банковского сектора, которая связана не только с отзывом лицензии, но и принятием решений по санации банков, и не только принятие решений по санациям банков, но и ужесточение регулирования и надзора, и в том числе требования к банкам по созданию необходимого уровня резервов по судам. Все это направлено на защиту прав кредиторов и вкладчиков. Кстати, сегодня только в одном выступлении было высказано, что надо быстрее принимать эти решения и не затягивать. Это действительно задача нашего надзора в том, чтобы было раннее выявление проблем и раннее принятие решения, менее дорогостоящие с точки зрения финансовой, и когда меньше страдают интересы вкладчиков и кредиторов. Наша основная задача в том, чтобы на банковском рынке были только сильные, надежные банки, неважно какого размера, крупного, малого, федеральные, региональные, но сильные, надежные банки, которым население будет доверять. Кстати, рост депозитов населения показывает, что население банкам все-таки доверяет. Что касается процентной ставки, действительно, мы намерены добиться снижения инфляции, прежде всего для того, чтобы снижать процентную ставку и чтобы она была доступной для экономики. Если мы будем снижать ставку, не глядя на инфляцию, банки не будут давать кредиты по низким процентным ставкам. Это совершенно очевидно. Поэтому у нас такая последовательность. Мы должны добиться снижения инфляции, инфляционных ожиданий, и это позволит нам снижать ставку. Спасибо. Спасибо. Руслан Кронидович Тихонов. Уважаемая Левия Раскапезановна, как Вы оцениваете риски, связанные с неопределенными перспективами роста китайской экономики и ожидаемым повышением ставки ФРС? Спасибо. Действительно, это два важнейших фактора, помимо цен на нефть, которые достаточно волатильны, которые определенные риски внешне создают и для нашей экономики, для проведения денежно-кредитной политики. Китайская экономика очень большая, она оказывает влияние практически на многие страны, на мировой финансовый рынок, на уровень цен на нефть. Мы не ожидаем какой-то жесткой посадки китайской экономики, хотя эксперты могут давать разные мнения, мы не ожидаем этого. Но, конечно, мы должны видеть то, что китайская экономика будет диверсифицироваться. И они провозгласили политику, направленную на то, что сейчас драйвером роста у них будет внутреннее потребление, область услуг, а это значит, что будет меньше спроса на сырьевые товары. И мы это должны учитывать и в нашей экономической политике, больше ее диверсифицируя, не полагаясь только на то, что цены на нефть вырастут, и в нашей денежно-кредитной политике. Что касается давно ожидаемого, уже в течение нескольких лет повышения ставок США, все зависит от того, как отреагируют глобальные рынки на это изменение политики США. Есть оценки, что инвесторы уже во многом учли такую возможность повышения ставок ФРС в активах, в цене активов, и не будет очень большой волатильности. Но если будет слишком большая реакция внешних рынков и прежде всего развивающихся рынков, потому что доллар будет продолжать укрепляться в случае повышения ставки ФРС, это может затронуть и российскую экономику. Мы эти риски видим, и у нас есть инструментарий, который позволит на эти риски реагировать. Александр Григорьевич Тарновский. Спасибо, уважаемая Эльвира Сапивзадана. Обсуждаемый документ, он достаточно короткий, на ближайшие три года. И с одной стороны правильно говорится о том, что важна устойчивость рубля, стабильность, и это правильно. А с другой стороны есть пассаж о наращивании международных резервов вплоть до 500 миллионов долларов США. И это тоже очень правильно, но не согласитесь ли вы, что это ближе к фантастике, потому что на этом лаге краткосрочном вряд ли мы получим, если что-то вдруг не изменится, большой приток валюты, а если ЦБ выйдет на рынок валютный вместе с нашими нефтеэкспортерами и будет покупать валюту, то это обязательно скажется на уровне жизни россиян. Многие услуги россиян всё-таки покупаются за валюту, люди хотят ездить за рубеж, покупать товары с импортной составляющей. Правильно ли я понимаю, что к этому надо подходить творчески, я имею в виду к наращиванию валютных резервов? Спасибо. Как мы и подходим. У нас нет жёсткой цели по наращиванию золотовалютных резервов. У нас есть желаемый ориентир 500 миллиардов долларов, чтобы золотовалютные резервы состояли и не в трёхлетней перспективе. Мы уже сказали, что это может быть 5-7 лет и более. Считаем это необходимым с точки зрения создания дополнительной финансовой подушки для государства в условиях такой внешней неопределённости. Покупать, выходить на рынок с покупками будем только в случае стабильного валютного рынка. И наши покупки выстроены таким образом, чтобы минимизировать влияние на внутридневные котировки курса, чтобы не усугублять тренды и не создавать волатильность. То есть мы будем подходить к этому достаточно аккуратно. Спасибо. Илья Савельевна, у меня вопрос. В своём докладе Вы дали характеристику двум явлениям финансового рынка – отток капитала и выплата по внешним заимствованиям. Знаете, вот в общественном сознании чаще всего эти два явления рассматриваются отдельно, и причём отток капитала, понятно, воспринимается как явление негативное, а снижение внешнего долга государства и предпринимательского сектора как позитивное. Хотя понятно, что эти события связаны между собой. Чем больше государство и предпринимательский сектор возвращает внешних долгов, тем отток капитала больше, но такая наша независимость в финансовом смысле повышается. Мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в оттоке капитала какую примерная часть составляют выплаты по внешним заимствованиям? Сейчас в оттоке капитала, я процентные ставки, проценты точно не вспомню, но доминирующая часть составляет именно выплаты по внешнему долгу. Действительно, мы используем понятие отток капитала как статистическое понятие, а люди часто воспринимают это как утечку капитала, незаконный вывод капитала и так далее. Вот это совершенно другое. Когда мы говорим об оттоке капитала, это действительно сейчас, это прежде всего выплаты по внешним долгам. В предыдущие годы это были покупки банками, компаниями иностранных активов. Они наращивали, часто и легально тоже, в основном легально наращивали свои активы за рубежом, иностранные активы. Сейчас сокращают иностранные обязательства. То, что касается сомнительных операций, у нас наоборот произошло резкое снижение по нашим данным объема вывода по таким сомнительным основаниям, по нашим оценкам, где-то в 2,5-3 раза. Поэтому в основном это в оттоке капитала. В оттоке капитала прошлого года, когда он был 154 миллиарда, там сидели в том числе и покупки населением валюты, то есть любой переход в иностранные активы. Поэтому отток капитала статистически – это очень сложная, действительно, величина. И ни в коем случае нельзя ее путать с таким незаконным выводом денег за рубеж. Спасибо. Переходим к выступлениям представителей фракции. Дима Альтиночу Кумин, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемая Эльвира Сахипзадна, уважаемые коллеги, экономика России сегодня в кризисе. И кризис этот, по нашему мнению, прежде всего управленческий. Как говорится, где тонко, там и рвется. Стремительно меняется ситуация в мире, потоки капитала больше не идут ни на развивающиеся рынки в целом, ни тем более к нам, а наоборот, они возвращаются в развитые страны. Цикл дешевых денег на Западе также заканчивается. На этом фоне от нас необходимо первое – это осознание реальности, а это значит, соответственно, эффективность. И второе – вообще понимание, что в мире происходит, потому что эти процессы, они не спонтанные, они вызваны действиями определенных стран. И в этом смысле на первый план выходит необходимость принимать упреждающие решения или, как сейчас говорят, бить первыми. В прошлом году же били нас, и причем очень чувствительно, как говорят, туда били, где мы сами открылись. И в этой связи, естественно, что со стороны представителей нашей фракции высказывалась очень жесткая критика и высказывается действия финансовых властей. Однако мы подчеркиваем, что в это тяжелое время мы не только не имеем права сворачивать сотрудничество с финансовыми властями, в частности с Банком России, мы обязаны его всячески развивать, и мы считаем это необходимым и возможным. Основные приоритеты финансовой политики, по нашему мнению, должны быть следующие. Первое. Задача возобновления экономического роста становится вопросом национальной безопасности. Мы много раз говорили о том, что если, так сказать, мы будем продолжать занимать за рубежом, то мы останемся просто без штанов. Собственно говоря, мы и видели в конце прошлого года ровно это. Через полтора года, как мы знаем, а то и раньше, закончится резервный фонд, и мы вынуждены будем опять делать секвестр бюджета. А с учетом того, что вопреки поручениям президента, правительство его делает постоянно плоским, сокращая не неэффективные расходы, а все разом, то мы, конечно, пойдем по пути Греции. Никакого пути другого у нас нет. Поэтому экономический рост – это безусловные приоритеты вопрос национальной безопасности. И в этом смысле необходимо задействовать успешный опыт мировой, который доказал свою эффективность в кризис 2008 года. Необходимо снизить стоимость кредита, кардинально снизить, предоставить налоговые годы малому бизнесу и увеличить долю бюджетных расходов на науку и образование. Других возможностей выхода из кризиса мир пока еще не придумал, кроме военных действий. Второе. Основной риск для инфляции в условиях свободного плавания рубля связан с курсовой динамикой. Этот разовый эффект мы тоже с вами увидели. Следовательно, для достижения основной цели Центрального банка – снижение инфляции в долгосрочном периоде необходимо переориентировать экономику на замещение импортных товаров и кредитов прежде всего. Потому что риски мы вполне наших компаний можем нести сами, что снизит влияние курсового фактора. Иначе, пытаясь подавить инфляцию чисто монетарными методами и высокой процентной ставкой, успеха нам никогда не добиться. Третье. Налоговые и кредитные стимулы должны стать механизмом структурной политики. Государство должно сделать первый шаг и дать инвестиционный ресурс, который бы был существенно ниже пока еще высокой системной процентной ставки. Но при этом государство должно потребовать исполнения обязательств со стороны инвесторов. И я думаю, что все рычаги у государства есть. Сделав первый шаг, нужно будет спросить за результат. И последнее. Банку России важно ориентироваться на трансформацию своими действиями хотя бы сегодня региональной структуры, где у нас есть как много проблем, так и возможности, финансовые структуры. А пытаясь координироваться с нашими сегодня союзниками и друзьями, такие как Народный банк Китая, прежде всего, пытаться и изменить архитектуру глобальной финансовой системы. Но, повторяю, только в сотрудничестве с ведущими финансовыми игроками. Попытки как-то закрыться, надеяться на то, что глобальные проблемы как-то само собой решатся, обречены, естественно, на провал. В этой связи мы призываем и в дальнейшем Банк России учитывать наши предложения. Фракция КПРФ будет голосовать за то, чтобы принять к сведению начало. Спасибо. Спасибо. Сергей Михайлович Катасонов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, коллеги, конечно, Центральный банк – это у нас особый финансовый орган и денежно-кредитная политика – это тот инструмент, который может повлиять как на рост экономики, так и на ее сдерживание. Поэтому и требования, которые мы предъявляем, и та критика, которая звучит с этой трибуны, она для меня вполне понятна. Мы считаем, что те полномочия, которые сегодня Банк имеет, а называем мы его не случайно мегарегулятором, эти полномочия вполне можно использовать для того, чтобы действительно поменять кардинально ситуацию в экономике в нашей стране. К сожалению, вот те параметры, о которых мы постоянно говорим и слышим от Центрального банка – инфляция, таргетирование, плавающий курс. Вот те задачи, которые вы для себя ставите, они слишком локальны. Они не решают тех проблем, которые сегодня накопились в нашей стране. И если уж вы взяли на себя функции мегарегулятора, то вы должны отвечать за те индикаторы и те показатели, которые ощущает вся наша страна. А не только фигурально мы говорим об инфляции. Вот Эльвира Сахипзадовна на комитете очень акцентированно сказала, что население на 80% переживает и ощущает на себе уровень инфляции. Я позволю с вами не согласиться. Население переживает и ощущает на себе средства, которые она получила в виде дохода в этом месяце. Что оно может на них купить? Ей, вот вы говорите, ей по барабану курс доллара и инфляция населению по барабану. Что можно купить? А вы вот эти индикаторы себе определили и пытаетесь, мне кажется, даже не нас и не население, а вы, мне кажется, себя и Центральный банк пытаетесь убедить в том, что нужно их регулировать. Плавающий курс. Ну что говорить о плавающем курсе? В чем заслуга? Ну вот там на сколько? На 8% что ли он за один день изменился? В чем? Я вам могу сказать, вы что хотите, делайте, но нефть будет стоить 3,5 тысячи за баррель. И ничего другого не будет. И при этой цене сегодняшней доллар будет 70. Поэтому роль Центробанка не в том, чтобы сдержать или не сдержать, а в том, чтобы мы плавно переходили и чтобы не было спекуляции. А если он у нас не будет соответствовать 3,5 тысячам, то у нас не будет денег в бюджете, потому что у нас не нефтегазовый дефицит, 8 триллионов, и у нас пока ничего другого нет, и Центробанк в том числе ничего не делает для того, чтобы у нас что-то появилось. Поэтому мы готовы вас назвать альфа-аллигулятором. Пожалуйста. Только возьмите в качестве индикаторов рост ВВП, создание рабочих мест, и развитие экономики, и, пожалуйста, альфа-бета-мега-регулятор, что угодно. А сегодня, к сожалению, то, что вы нам предлагаете, нас это, конечно, не устраивает. ЛДПР внесло проект. Я думаю, что вы видели по изменениям в закон о Центробанке. Мы хотим принципиально не отодвинуть от экономики и ответственности Центробанк, а наоборот привязать. Вместе с правительством вы слишком отделились, взяли огромные полномочия и придумали себе отдельные индикаторы, по которым работаете. Это не устраивает. Следующий момент в нашем законе – это дифференцированные ставки. Пожалуйста, не можете регулировать, не можете остановить спекуляцию. Цена денег для рынка такая, но для реальной экономики, пожалуйста, сделайте ставку нам 3% для того, чтобы появился у нас реальный спрос. Вот вы говорите, у нас немонетарный характер, значит, инфляция. Почему на овощную продукцию у нас инфляция? Да от того, чтобы спрос зажали. Если человек пришел в магазин и не может купить морковь, что должен сделать тот, кто ее производит? Если у него меньше его покупает, он должен поднять цену, потому что он должен те же средства. Поэтому, как бы вы не хотели решить вопросы только за счет зажатия спроса инфляции, никогда вы эти не решите. Пусть инфляция будет 5%, а рост дохода будет 7%. Инфляция 10%, доходы пусть растут 12%. И это основной источник движения экономики во всем мире. Ну и то, что касается банков региональных. Они у нас кредитуют малый и средний бизнес. У нас там половина населения. Вы поддерживаете крупные банки. Это работа двигателя на холостом ходу. И к валу отбора мощности мы никак его не подключим. Экономику не запускают. И вот эти финансовые механизмы работают сами на себя. У вас требования к региональным банкам жестче, чем к системообразующим. Вот эти вопросы надо все поменять. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Эльвира Скиф-Задовна, уважаемые коллеги. Сегодня, наверное, ни одно слово столько раз не звучало, сколько слово инфляция. Поэтому не могу не поговорить на эту тему. Что меня сильно удивляет, как, в общем-то, экономиста, доктора экономических наук, что вот это слово возводится в абсолют сегодня. И как бы достижение низкого уровня инфляции, значит, уже означает какое-то благо. Да нет, коллеги уважаемые и коллеги из Центрального банка. Инфляция – один из показателей. Показатель вторичный. Упаси Господи, еще на него воздействовать. Приведу один пример. Значит, самый благополучный год в российской истории – 2007 год. Инфляция – 12%. Самый неблагополучный – 2009. Инфляция – 8%, коллеги. 8%. Ну и что? Что это показатель какой-то объективный, есть еще такое слово, стакфляция. Ведь понимаете, низкая инфляция, которая обусловлена резким снижением спроса и покупательной способности населения, это совершенно другое, нежели чем, ну, скажем так, инфляции другой природы. Поэтому, первое, Эльвирская взаимная, дорогая, у вас великолепные успехи на фоне того, геополитической обстановки, снижение резкого курса, вернее, стоимости нефти сегодня. Инфляции всего 11%. Хватит. Вы не боритесь с инфляцией. Вы боритесь за увеличение производства товаров, услуг. И с этим я согласен со многими из докладчиков. Теперь как? Каким образом? Центральный банк, конечно, у нас не единственный, скажем так, орган, который ответственен за это. Очень многое лежит на правительстве. И правительство, к сожалению, не обеспечило возможности эффективного использования средств, которые поступали бы в экономику. Мы сегодня не можем предложить крупные инфраструктурные проекты, на которых бы целиком, целевым образом использовались бы средства. Не налажено кредитование малого бизнеса. Имеется в виду эффективное использование. Вы это будете кредитовать. А вот как эффективно используют, вот там механизмы различные, работа агентств возможных, банков государственных. Слишком много щелей, из которых утекают деньги. Поэтому, собственно говоря, к вам на сегодняшний день, Эльвир Скибзадана, претензий нет. Политика Центрального банка взвешенная, политика Центрального банка вполне скоординированная и адекватная в сегодняшней ситуации. Теперь хотел сказать несколько слов о банковской системе. Вот тут говорили, надо базель 3 ввести, может быть там базель 4 и 5 и так далее. Коллеги, не в этом дело. Я в 99-м году, придя в Государственную Думу, возглавил комиссию по реструктуризации коммерческих банков. Через эту комиссию прошли тогда в виде банкротства такие легендарные банки, как Столичный, Империал, Инком. Мы уже там с трудом вспомним, но вошли они в историю. Коллеги, дело-то не в этом. Дело в том, что владельцы банков выводят средства из собственных банков через мусорные, бесценные и прочие бумаги на свои офшорные счета. Они воруют из собственных банков. Вот с этим в первую очередь надо бороться. Я не раз приходил к тому товарищу, которого в простонародье прозвали Гераклом за внушительный внешний вид, громкий голос, но он так и не решился, к сожалению, расчистить эти Авгиевы конюшни. А вам, Эльвира Сахевзадна, большое спасибо, что вы решились. Я вот в одном только с Андреем Михайловичем не соглашусь, что вы хрупкая женщина. Вы не хрупкая женщина, вы необыкновенно сильная и мужественная женщина. Потому что я представляю, сколько людей, сколько влиятельных чиновников, прикормленных причем, стоит за каждым из коммерческих банков. Но вы, несмотря на это, проводите последовательную политику на очищение нашей банковской системы. И это, безусловно, поможет нам в дальнейшем. Эльвира Сахевзадна, вы всегда можете рассчитывать на помощь, поддержку нашей фракции в своей работе. Спасибо. Спасибо, Мартин Александрович. Михаил Васильевич Емельянов, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Эльвира Сахевзадовна, уважаемые коллеги. Фракция «Справедливая Россия» не поддерживает положение денежно-кредитной политики, которое представлено сегодня Центральным банком. Мы считаем, что среди задач денежно-кредитной политики должны быть не только поддержание устойчивости рубля и борьба с инфляцией, но и обеспечение экономического роста. С этой целью фракция «Справедливая Россия» недавно был внесен законопроект, который требует, чтобы эффективность деятельности Центрального банка оценивалась в том числе и с точки зрения влияния на экономический рост. К сожалению, нынешняя политика Центрального банка в ее денежно-кредитном измерении не тормозит экономическое развитие страны, а по сути провоцирует экономический спад. Падение промышленного производства, отрицательные значения экономического роста являются следствием текущей политики Центрального банка и, прежде всего, высокой ключевой ставки, а также нежеланием правительства стимулировать экономический рост. Между тем, производство в России стало чрезвычайно выгодным. Даже автомобили в России производить выгодно. Так, собрать автомобиль в Румынии стоит 700 евро, в Китае – 500 евро, а в России всего 250. Наша продукция становится конкурентоспособной даже на рынке Китая. Есть и незагруженные производственные мощности. Значительный спад производства за последние годы их освободил, и они никуда не делись, они есть. Но существеннейшим ограничивающим фактором является высокая ключевая ставка, которая делает кредиты для реального сектора запредельно дорогими. Центральный банк оправдывает свои действия необходимостью борьбы с инфляцией. Но в Центральном банке не могут не понимать, что инфляция в России, прежде всего, обусловлена немонетарными факторами, а также девальвацией национальной валюты. Кстати, и высокие ставки по кредитам тоже вносят свой вклад в инфляцию. Поэтому бороться с немонетарной инфляцией и монетарными методами – это тупик. Так инфляцию мы не победим. И поэтому те прогнозы Центрального банка, которые содержатся в основных направлениях денежно-кредитной политики по инфляции, нам не кажутся оптимистическими и реалистическими. Мы не верим в эти 4%, которые нам обещают в 2017 году. Но иллюзии борьбы с инфляцией весьма дорого обходятся российской экономике, прежде всего, ее реальному сектору. Ставки по кредитам в промышленности и сельском хозяйстве в 2-3, а то и более раз, превышают рентабельность этих предприятий. Какой бизнес может выжить в этих условиях? У предприятий не остается средств для инвестиций. У предприятий нет возможности для привлечения инвестиций. Никакой модернизации, никакой структурной перестройки экономики, никакого обновления основных фондов в этих условиях быть не может, пока Центральный банк, поддерживая высокую ключевую ставку и сжимая денежную массу, по сути, обескороливает российскую экономику. Центробанк говорит, если сделать денежно-кредитную политику более мягкой, то излишние деньги разгонят инфляцию. Ну так то ж излишние деньги. Разве они у нас в экономике излишние? Коэффициент монетизации российской экономики чрезвычайно мал. Едва больше 40%. Меньше, чем во многих слаборазвитых странах. Мой любимый пример – Папуа-Новая Гвинея. Меньше, чем в Папуа-Новой Гвинеи. Ну что ж мы из России, Папуа-Ассию это делаем? Аргумент об излишних деньгах не работает в российской экономике. Но представьте себе, если накачивать водой болото, то да, может быть наводнение – это будет излишне. Но если поливать заслушливую степь, то появятся всходы. Российская экономика готова абсорбировать дополнительные денежные средства. Так мы только поможем ей. Так мы оживим экономику и инфляцию не разгоним. Существует опасение, что деньги окажутся на валютном рынке. Но руководство Центрального банка не стоит бояться контролировать валютные позиции банков и использовать другие механизмы валютного контроля. Это инвесторов не отпугнет и деловой климат не ухудшит. Во многих странах эти механизмы используются, и эти страны вполне успешно себе развиваются. Да, это, возможно, неприятно финансовым спекулянтам и тем дельцам теневой экономики, которые выводят российские деньги за рубеж. Но я надеюсь, в их интересах действует Центральный банк. Создается впечатление, что Центральный банк совершенно равнодушно смотрит на то, как падает российская экономика. И не намерен предпринимать никаких действий по ее стимулированию. Это недальновидная политика. Мы с ней не согласны. Необходимо только на траектории экономического роста мы можем решить наши социально-экономические проблемы, в том числе и пресловутую проблему инфляции, увеличивая предложения отечественных товаров и услуг. Но для этого необходимо отказаться от монетаристских догм, не бояться до определенных пределов увеличивать денежное предложение и уже в ближайшее время снизить ключевую ставку. Как я уже сказал, мы не поддерживаем основные направления денежно-кредитной политики и не хотим даже голосовать за принятие их сведений. Фракция будет голосовать против постановления, которое мы сегодня рассматриваем. Спасибо. Эльвира Сахидановна, пожалуйста, вам слово. Я хотела в заключительном слове поблагодарить все депутатов действительно за очень заинтересованное, неравнодушное обсуждение, за ваши вопросы и замечания, и предложения. Действительно, те вопросы, которые мы обсуждаем, имеют важнейшее значение для того, как будет развиваться наша экономика. Я убеждена, что экономика должна диверсифицироваться, развиваться на основе инвестиционного спроса, но при этом нам очень важно сохранить те завоевания, которые были, а это макроэкономическая стабильность. Макроэкономической стабильностью мы не должны жертвовать. Еще раз, все замечания и ваши предложения мы обязательно внимательнейшим образом рассмотрим и отработаем. Спасибо. Спасибо, Ира Сергеевна, за подробный доклад, за ответы на вопросы. Нам остается пожелать вам успешной работы в этих непростых условиях. Спасибо. Выносим проект постановления на час голосования. Следующий вопрос, 12-й. Проект федерального закона в федеральном бюджете на 2016 год. Я приглашаю на трибуну для доклада министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Силуанова. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, правительство Российской Федерации внесло на ваше рассмотрение проект бюджета на очередной финансовый год. Хотелось бы отметить, что как и текущий год, так и следующий год будет проходить под знаком изменившихся макроэкономических условий, которые начали влиять на нашу экономику уже с конца 2014 года. Поэтому и 2015 год, и 2016 год мы принимали бюджеты уже с адаптацией к новым экономическим реалиям. Поэтому и 2016 год, который мы сегодня рассматриваем, это год бюджетный, который предусматривает изменения и макроэкономических параметров, подстройку бюджета под новые экономические условия, и при этом мы не изменяем наши первоочередные социальные обязательства, при этом мы выполняем все наши обязательства, которые мы намечали. Хотелось бы отметить, что уже в 2015 году мы приняли правильное, взвешенное бюджетное решение, они дали свой результат. Инфляция снижается, мы видим, что инфляция за последние два квартала не превышает 2%, хотя первый квартал текущего года характеризовался инфляцией выше 7%. Мы видим снижение оттока капитала, и наоборот, в третьем квартале даже его приток, и оценки наши по текущему году составляют около 65 миллиардов долларов США, что значительно меньше, чем изначально мы делали в начале года. Это оценки были больше 150 миллиардов долларов США. Мы видим, что нашу бюджетную политику принимают инвесторы, и мы видим, что средства с других развивающихся рынков пошли в Россию, потому что инвесторы поверили нашей бюджетной политике, нашей взвешенной, сбалансированной политике. Мы видим, что десятки миллиардов рублей в текущем году уже пришли на наш рынок с других рынков стран с развивающейся экономикой. Это очень позитивно. И это, безусловно, сказалось и на стоимости наших заимствований. В последнее время мы начали заимствовать по стоимости ниже 10%, а это значит, что и расходы по обслуживанию государственного долга будут меньше, чем могли бы быть, и всё это исходя из нашей взвешенной бюджетной политики. Напомню, что расходы по долгам, только по обслуживанию долга, мы тратим более 640 миллиардов рублей. И, соответственно, укрепление макроэкономической политики, бюджетной политики сказывается и на наших обязательствах по обслуживанию государственного долга, что важно. Поэтому при подготовке бюджета на следующий год мы руководствовались теми же базовыми макроэкономическими принципами, которые и начали реализовывать вместе с вами уже в текущем году. Это адаптация бюджетной политики к новым внешним экономическим условиям. И мы себе ставим задачу достижения устойчивости бюджетной системы в среднесрочной перспективе. Мы сейчас работаем над новыми бюджетными правилами, которые временно приостановили на 2016 год. Эти правила должны учитывать новую уже ситуацию на мировых рынках по экспорту нашего основного сырья нефти, в первую очередь, газа. И мы готовим новые правила, которые предусматривают изъятие сверхдоходов при цене свыше 50 долларов за баррель. Напомню, что сегодня цена марки «Юрлс» нашей нефти составляет чуть больше 41 доллара за баррель. Хотелось бы сказать, что ключевой задачей бюджетной политики, конечно, является обеспечение благосостояния наших граждан и улучшение благосостояния наших граждан, что может произойти только при обеспечении экономического роста. А экономический рост может быть устойчивым только при принятии и реализации взвешенной бюджетной политики. Поэтому реализация бюджетной политики от реализации напрямую зависит и самая главная наша задача – обеспечение роста благосостояния наших граждан. Хочу сказать, что мы для подготовки взвешенной бюджетной политики приняли ряд новаций в следующем году по доходам. По доходам мы приняли решение о дополнительном изъятии из сырьевого сектора, из нефтяного и газового сектора дополнительных ресурсов, в первую очередь связанных с теми доходами, которые были получены от девалюционного эффекта, от изменения курсовых соотношений нашей валюты. Поэтому мы предлагаем сохранить размер экспортных пошлин, не снижая их, как это было предусмотрено раньше, нашим налоговым маневром с 42 до 36%, оставив уровень 42% на следующий год. Также мы учли в бюджете предложение по изменению изъятия из газовой отрасли, несколько увеличив НДПИ по экспортерам газа. Всё это даст нам возможность привлечь дополнительно в казну более 300 миллиардов рублей и обеспечить уровень доходов в сумме 13,7 триллиона рублей, что составляет 17,5% от прогнозируемого ВВП. Что важно? Что в следующем году мы меньше начинаем зависеть от нефтяных доходов. Хотел сказать, что нефтегазовые доходы составят 7,7%, а не нефтегазовые доходы 9,8% ВВП. То есть мы видим, что доходы от экономики, не связанные с конъюнктурой цен на мировых рынках, начинают превалировать в наших доходах. По расходам основные серьёзные решения были приняты у нас уже в начале 2015 года. Мы провели оптимизацию наших расходов, определили приоритеты в этих расходах, снизили расходы на 10%. По основным, значит, приоритетным были сохранены все наши сигнования, по неосновным была проведена приоритизация. Поэтому такая политика продолжится, и мы предлагаем продолжить на 2016 год, также проведение более чёткой структуризации наших расходов и концентрации ресурсов исключительно на первоочередных обязательствах. Да, действительно, нам в следующем году придётся несколько изменить подходы к индексации наших социальных расходов. Речь идёт о индексации пенсий. Мы предлагаем проиндексировать пенсии на 4%. Почему 4%? Потому что мы видим, что это, во-первых, резко сократились доходы пенсионного фонда, которые на одного пенсионера существенно ниже этого уровня индексации. Это первое. И второе – 4% – это тот целевой показатель инфляции, к которому мы должны все стремиться. Чем меньше будет инфляция, тем больше, в реальном выражении, мы сможем обеспечить доходы наших граждан, доходы населения. Я хочу сказать, что и такие решения, как мы уже говорили, дали результат в текущем году. Общий объём расходов на следующий год планируется в размере 16,1 триллиона рублей, что составляет 20,5% от ВВП. Эта величина существенно выше плана, который мы с вами принимали на 2016 год в рамках трёхлетки 2015-2017 годов. Напомню, что в рамках этой трёхлетки на следующий год мы планировали через федеральный бюджет перераспределить 19,6% ВВП. А сейчас в наших предложениях 20,5%, несмотря на то, что доходная база федерального бюджета существенно уменьшилась. И, безусловно, эти расходы будут профинансированы за счёт увеличения дефицита, дефицита бюджета. Но хочу напомнить, что это не самый главный показатель. Мы должны стремиться к сокращению дефицита бюджета и к уменьшению расходов как доли процентов отношений к ВВП. И это даст нам толчок к экономическому росту. Напомню, что до 2008 года уровень изъятий из экономики, который перераспределялся через федеральный бюджет, составлял около 15-16%. И тогда мы росли темпом от 5 до 7% в год. От 5 до 7% в год. Поэтому вопрос перераспределительных процессов через федеральный бюджет, он влияет, безусловно, на ситуацию в экономике. Чем больше мы оставляем ресурсов у наших хозяйствующих субъектов, тем лучше они эффективнее используются для обеспечения нашей одной из основных задач – экономического роста. Какие изменения по расходам мы видим, произошли в бюджете следующего года? По наиболее важным я хотел бы остановиться. Образование. Если рассматривать расходы по образованию в целом, по всему, по всем бюджетным расходам, по консолидированному бюджету, то расходы на образование растут, составят 3 триллиона 148 миллиардов рублей. При этом, несмотря на то, что у нас заканчивается основной наш проект по обеспечению дошкольного детского образования, который достаточно большие деньги мы на него тратили, тем не менее, общие расходы все равно продолжают расти. Мы еще должны с вами и приняли решение по новым проектам, по обеспечению модернизации школьного образования. Это тоже существенный проект, дорогой проект. И мы предлагаем в следующем году уже до 50 миллиардов рублей направить на эти цели за счет тех резервов, которые у нас есть в федеральном бюджете. Причем нам нужно будет решать, естественно, вопросы постепенно. У нас еще до сих пор сохраняется трехсменное образование. У нас до сих пор существуют школы, которые, по сути дела, находятся в аварийном состоянии. И, на наш взгляд, именно в этом направлении нам в первую очередь надо действовать. Тем не менее, доля школьников, занимающихся первую смену, по нашим программным целям в следующем году должна увеличиться с 87 до 88%. И среди тех задач, которые мы ставим себе в области образования, это увеличение обеспеченности общежитиями студентов. Тоже насущная задача. Так вот, мы ставим себе задачу увеличения обеспеченности студентов общежитиями с 92 до 94% в следующем году. Здравоохранение. Общий объем также будет увеличиваться и составит по консолидированному бюджету 2,8 триллиона рублей. Какие задачи ставит правительство в этом направлении? Это снижение смертности с 12,5 человек на тысячу населения до 12,3, увеличение продолжительности жизни с 72 до 72,6 года. Немаловажны также вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В следующем году она увеличится с 660 до 750 тысяч человек. На все это предусмотрены в бюджете необходимые ресурсы. Культура и кинематография. Также ресурсы увеличиваются с 405 до 444 миллиардов рублей. Увеличится и посещаемость нашими гражданами организации культуры и обеспеченность зрительскими местами в учреждении культурно-досугого типа. Хотелось бы также обратить внимание на целый ряд других позиций по государственным программам, которые обеспечены бюджетно-финансированным в следующем году. Наиболее важное из них – это обеспечение наших граждан, те, которые проживают в аварийном жилье, новым, благоустроенным жильем. Число граждан таких будет увеличено с 177 до 180 тысяч человек. И доля обеспеченных доступным комфортным жильем семей, желающих улучшить свои жилищные условия, возрастет с 22 до 30%. Что важно, что в следующем году будет в полном объеме завершена программа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели предусмотрены средства в сумме 10 миллиардов рублей, и мы должны завершить в полном объеме в следующем году реализацию этой задачи. Важная цель по инфраструктуре – это дороги. Протяженность автомобильных дорог, которые будут в полном объеме соответствовать нормативным требованиям, увеличится на 5 тысяч километров и составит 37 тысяч километров. Уважаемые депутаты, мы в следующем году предусмотрели реализовать целый ряд институциональных преобразований по улучшению качества бюджетного процесса, в первую очередь исполнения бюджета. Хотелось бы отметить, что в следующем году будут приняты меры направлены на повышение эффективности работы с бюджетными средствами. На это указывали и вы в Государственной Думе, на это нам справедливо делает замечание счетная палата. В следующем году мы предусматриваем взять на казначейское сопровождение все расходы, связанные с инвестиционными тратами, в сумме более 100 миллионов рублей. Все они будут проходить через казначейскую систему, будут отслеживаться с точки зрения контроля за исполнением этих средств, с одной стороны. А с другой стороны эти средства будут находиться в бюджетной системе и не будут использованы, как сегодня это происходит зачастую, в виде авансов на счетах коммерческих банков. Эти ресурсы будут в бюджете, на них будут зарабатывать бюджеты, в конце концов эти деньги пойдут на наши те цели, которые мы определили в бюджете. И это не придет к тому, что мы будем задействовать лишние деньги из резервов, из резервного фонда правительства. Следующий момент. До 1 апреля мы должны перевести в казначейство все те траты, которые были произведены в уставные капиталы и фонды наших компаний, которые не потрачены до настоящего времени, а до 1 июля определиться, нужны ли нам эти деньги для этих компаний, или мы можем забрать федеральный бюджет. Считаю, что это очень правильная мера. Мы вместе с коллегами по правительству будем ускорять принятие этого решения и постараемся исполнить его гораздо раньше. На наш взгляд, новые подходы существенно поднимут дисциплину наших получателей бюджетных средств и улучшат качество бюджетирования в целом. Регионы. Мы надеемся, что в этом году ситуация с исполнением регионов будет лучше. Приведу несколько цифр. В этом году по состоянию на 1 ноября собственные доходы, налоговые и неналоговые, выросли на 8%, в том числе по налогу на прибыль 12%, а по НДФЛ 5% расходы на 2%. Профицит бюджетов регионов на 1 ноября составил 500 миллиардов рублей. Напомню, что на эту же дату прошлого года профицит бюджетов регионов составлял 223 миллиарда рублей. Мы в этом году ожидаем, конечно, тоже дефицитность бюджетов субъектов Российской Федерации, но она будет существенно меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Тем не менее, в следующем году предусмотрены дополнительные меры по улучшению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Мы предусматриваем здесь дополнительные меры поддержки, связанные с увеличением поддержки на выплату заработных плат бюджетникам субъектов Российской Федерации. 30 миллиардов рублей на эти цели предусмотрено, с одной стороны. С другой стороны, мы увеличиваем основной вид поддержки, это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 27 миллиардов рублей, а также предусматриваем средства в виде компенсации выпадающих доходов в сумме 54 миллиарда рублей тем регионам, которые могут потерять свои доходы в результате налоговых новаций, связанных с изъятием дополнительных средств у нефтегазового сектора. Поэтому, на наш взгляд, общий объем поддержки достаточен для того, чтобы субъекты чувствовали себя более устойчиво в следующем году. Кроме того, по вашему предложению, по вашей инициативе, мы ко второму чтению увеличим объем бюджетных кредитов до уровня текущего года, то есть до уровня 310 миллиардов рублей. Напомню, что в бюджете, который мы сегодня рассматриваем, предусмотрено 140 миллиардов рублей бюджетных кредитов. И мы видим, что существенно меняется структура долга, увеличивается объем дешевых бюджетных кредитов и сокращаются объемы дорогих коммерческих кредитов бюджетов субъектов Российской Федерации. Дефицит бюджета, федерального бюджета. Напомню, что мы внесли проектировки бюджета с 3% дефицитом на следующий год. Это 2,4 триллиона рублей. Хотелось бы отметить, что мы существенно увеличиваем объемы внутренних заимствований. Чистый объем внутренних заимствований составит 300 миллиардов рублей против 80 миллиардов рублей в текущем году. Мы ставим себе задачу выйти и на внешние рынки, посмотрим, насколько эти внешние заимствования будут приемлемы по процентным ставкам для нас. Тем не менее, до 3 миллиардов долларов США в проекте бюджета предусмотрено право выхода на внешние рынки. Уверен, что если ситуация кардинально не изменится, мы сможем эти деньги привлечь до финансирования дефицита бюджета. Тем не менее, основной источник, который будет являться источником финансирования дефицита, останется резервный фонд. В следующем году 2,1 триллиона рублей будет использовано средств из резервного фонда. И если сложится макроэкономическая ситуация такая, как заложена в прогнозе, то около 1 триллиона рублей у нас останется остатков резервного фонда на конец следующего года. Тем не менее, конечно, мы видим риски исполнения бюджета. В первую очередь, риски, которые сегодня складываются. Цена на нефть более низкая, чем мы предусматривали в прогнозе. Курс тоже отличается, рубляк и доллар отличаются от прогнозируемых данных. И только эта позиция дает нам риски на сокращение доходов на триллион рублей. Поэтому мы очень должны бережно и очень серьезно относиться к тратам тех резервов, которые у нас заложены в бюджете. И в случае, не дай бог, эти риски будут оправдываться, мы должны, безусловно, будем реагировать на это. Поскольку у нас два резерва заложены в бюджете. Это резерв, связанный с тем, что мы продлеваем мораторий на государственные пенсионные фонды на год и 342 миллиарда рублей. И резерв 65 миллиардов рублей на поддержку населения и отраслей экономики. Надеемся, что риски эти не сбудутся. Уважаемые депутаты, была проведена большая работа в Государственной Думе перед первым чтением. Мы готовы к работе ко второму чтению. Знаем ваши предложения, которые высказывались по уточнению параметров бюджета. Хотел бы поблагодарить коллег и в Комитете по бюджету, коллег во фракциях, с которыми мы работали за те предложения, которые были сделаны. Мы готовы к поправкам и предложениям по бюджету ко второму чтению. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Антон Германович. Присаживайтесь. Коллеги, заслушаем и доклад счётной палаты, а после этого сделаем небольшой перерыв. Приглашаю на трибуну Татьяну Максимну Гулику. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, добрый день. В соответствии с бюджетным кодексом, законом о счётной палате, регламентом Государственной Думы, счётная палата представила заключение на проект закона о проекте федерального бюджета на 2016 год, который сопровождается необходимыми материалами и законопроектами, по которым тоже даны соответствующие заключения, поскольку они влияют на параметры федерального бюджета. Согласно требованиям бюджетного кодекса, проект бюджета основывается в первую очередь на прогнозе социально-экономического развития. Прогноз социально-экономического развития, в отличие от бюджета, сделан на три года и внесён в трёх вариантах. При этом за основу для расчёта бюджета принят базовый вариант, поэтому все оценки должны базироваться именно на этом варианте. В соответствии с законом о счётной палате, проекты бюджетов оцениваются как инструменты социально-экономической политики государства. Осуществляется оценка качества прогнозирования доходов, использования бюджетных ресурсов, инвестиционной и долговой политики и эффективности межбюджетных отношений. Поэтому я позволю себе на этих шести угрупнённых блоках остановиться в выступлении. Первое. Прогнозирование отдельных показателей социально-экономического развития и проект федерального бюджета как инструмент социально-экономического развития. Показатели ВВП и инфляция, учитываемые в составе первой статьи закона о федеральном бюджете. В соответствии с базовым вариантом прогноза ожидается темп роста ВВП 100,7%. При этом темпы роста ВВП, которые ожидаются в 2015 году, оцениваются в 96,1%, то есть со снижением на 3,9 пункта. По оценке Росстата падение реального объёма ВВП в третьем квартале составило 4,1%. Таким образом, по итогам января-сентября 2015 года реальный объём ВВП снизился на 3,7%. Снижение динамики ВВП наблюдается впервые с 2009 года. Правительство в своих оценках предлагает переход от заметного сокращения масштабов экономики к её некоторому росту. Вероятность реализации такого варианта существует благодаря ожидаемому росту материальных запасов и потребительского спроса, а затем улучшения показателей внешней торговой деятельности и восстановления инвестиционного спроса. Однако представляется абсолютно неоднозначным вывод, сделанный в прогнозе, что рост этих показателей окажется достаточным для восстановления экономического роста в условиях снижения инвестиционной активности и при сохранении внешних финансово-экономических санкций. По базовому варианту прогнозируется существенное снижение темпов инфляции с 12,2 в 2015 году до 6,4 в 2016 году. Вы сегодня это уже активно обсуждали. На 9 ноября 2015 года по сравнению с началом года уровень инфляции составил 11,5%. Ускорение инфляции вызвано главным образом значительным ростом цен на плодо-овощную продукцию на 2,5% за период с 3 по 9 ноября 2015 года. В октябре по сравнению с сентябрем на 2,9%. По нашим оценкам уровень инфляции уже за 11 месяцев может достигнуть ожидаемого уровня 2015 года. Если такая тенденция продолжится и до конца года, то ожидаемый уровень инфляции может составить от 13 до 13,2%, а это существенно усложнит исполнение прогнозируемых показателей снижения инфляции во временном периоде года в 2016 году. Для реагирования на складывавшуюся в конце 2014 года и в 2015 году ситуацию, как вы помните, правительство Российской Федерации приняло антикризисный план. В настоящее время принятие такого плана не предполагается, а значит, можно сделать вывод, что реализация тех мероприятий, которые в том числе были в антикризисном плане, должно быть учтено в соответствующих государственных программах. С одной стороны, чтобы обеспечить преемственность между мероприятиями и их продолжением. С другой стороны, чтобы достичь тех показателей социально-экономического развития, которые заявлены в прогнозе. Давайте посмотрим, что в реальности происходит с этой позицией в бюджете. Программами охвачено 55,1% расходов бюджета на 2016 год. Это на 1,4% больше, чем в 2015 году. Программы сгруппированы, как и в 2015 и 2014 годах, по пяти направлениям. Новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, обеспечение национальной безопасности, сбалансированное региональное развитие и эффективное государство. Если исходить, как заявлено в прогнозе и бюджете, что основными факторами роста должны стать развитие инфраструктуры, модернизация материально-технической базы с ориентиром на импортозамещение, то в структуре приоритетов основное внимание должно быть сосредоточено на блоке инновационное развитие и модернизации экономики. Что же в реальности? Это направление по сравнению с 2015 годом сокращается на 1% пункт. Как ожидалось, на 1,4% пункта сокращается в структуре расходов такое направление, как новое качество жизни, куда включены программы развития образования, здравоохранения, обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России, коммунальными услугами и ряд других. Отрадно, что увеличивается направление сбалансированное региональное развитие на 3,1 пункта, но также увеличивается направление на 0,2 пункта эффективное государство, правда, к сожалению, за счет расходов на обслуживание государственного долга, которые по сравнению с кассовым исполнением 2014 года возрастают на 230 миллиардов рублей. Предполагается, что в 2016 году исполнение программ будет осуществляться по 1,962 показателям с ростом на 59 против 2015 года. Вы уже понимаете, что мониторить это и оценивать достаточно сложно. Однако, учитывая опыт 2014 года, из предполагавшихся к выполнению 1,704 показателей, выполнено по фактическим данным 979, то есть 57,4%. При этом кассовое исполнение расходов составило 99,1%, о чем говорит эта статистика. Первое. Возможно, о неэффективном использовании средств. Второе. О нереалистичности тех показателей, которые закладываются в те программы, которые, собственно, планируются. Обратимся к двум наиболее важным программам, параметры которых имеют некоторые увеличения по сравнению с 2015 годом. Это программа развития промышленности и повышения конкурентноспособности и программа развития сельского хозяйства. Не имея текстов программы, а имея только паспорта, мы можем некоторые все-таки позиции оценить. Итак, развитие промышленности и повышение конкурентноспособности. Значения этих показателей снижены по сравнению с ранее действующими паспортами. Так, с 2014 по 2020 годы прирост высокопроизводительных рабочих мест в объеме 55,8% сокращен до 25,4%. Физический объем инвестиций в основной капитал с 43 до 16,9%. Производство по виду экономической деятельности, обрабатывающее производство, сокращено с 21,6% до 12,9%. Развитие сельского хозяйства. Должна сказать, что на 1 октября наблюдается достаточно низкое кассовое исполнение по отдельным программам. Таким как развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства – ноль. Развитие мелиорации земель сельхозназначения – 42,9%. Развитие молочного скотоводства – 44,9%. Устойчивое развитие сельских территорий – 53,8%. Почему привожу эти примеры? Привожу их потому, что эти направления в бюджете 2016 года получают существенное увеличение. Соответственно, в 7,6 раза, на 18,7%, в 2 раза и на 26,7%. Показатель удельный вес молока и молокопродуктов российского производства составил, по данным за 2014 год, 78,3%, не достигнув пороговых значений доктрины продовольственной безопасности 90%. При этом предполагается, что он будет повышен до 34,35 миллионов тонн. Но нам представляется, что с теми мерами, которые сейчас принимаются, этот показатель может быть не исполнен. При этом я обращаю внимание, что по данным Росстата, в 2014 году уровень недозагруженных среднегодовых производственных мощностей по цельному молоку составил 41%. И по отношению к 2013 году не поменялся. Примеры можно проводить дальше. Второе. Качество прогнозирования доходов. В условиях отмены бюджетного правила расчеты этого параметра принципиально важны. Но следует обратить внимание, что уже сейчас от правительства звучат рассуждения относительно того, что доходы не будут выполнены на сумму от 500 миллиардов до 1 триллиона рублей. Но это означает другое. Это означает, что уже сейчас ставится под сомнение тот прогноз социально-экономического развития, который представлен как основа для формирования бюджета. Поэтому еще раз хочу напомнить, что в соответствии с бюджетным кодексом мы бюджет делаем на основе того прогноза, который представлен. И вот если анализировать эту ситуацию, то по нашим оценкам доходы недосчитаны на 91 миллиард. В основном это НДС на импорт, который по нашим оценкам недосчитан на 58 миллиардов рублей. Кроме того, не реализовано поручение президента о необходимости внесения изменений в валютное законодательство, в части невозврата валютной выручки в Россию, а значит недополучение доходов, и значит наблюдение безудержного роста штрафов за нарушение валютного законодательства, которые уже на 1 октября составили 896 миллиардов рублей, возросли по сравнению с 1 января на 54 процента. А общий объем дебиторской задолженности по доходам уже стал на 1 октября 1,8 триллиона рублей. Третье. Использование бюджетных средств. Частично характеризую государственные программы, я на этом остановилась, но буквально некоторые болевые темы. Объем расходов по сравнению с 2014 годом увеличивается на 1,3 триллиона рублей в 2016 году. Вроде бы в кризисные годы это достаточно большая сумма. Что мы наблюдаем по увеличению роста дебиторской задолженности по авансам? 1,9 триллиона рублей. Понятно, что частичный рост связан с тем, что нужны оборотные средства, что есть ограничения по кредитованию, по высокой банковской ставке, но мы наблюдаем и другой процесс. Мы наблюдаем достаточно высокие темпы роста и отсутствие по отдельным министерствам, сокращение. А значит, мы наблюдаем и отсутствие результата за те вложенные деньги, которые на это были направлены. Неоднократно обсуждали тему взносов, уставные капиталы. Антон Германович сегодня на этом остановился. Но сейчас правительством предложен соответствующий механизм, но нам кажется, что этот механизм не доработан. Он по-прежнему еще позволяет накапливать ту самую задолженность и видеть неполученные результаты. И мне кажется, что его принципиально нужно доработать во втором чтении. Четвертое. Инвестиционная политика. К сожалению, у нас это больная точка, и ФАИП формируется так, как он формируется. Мы, по вашему поручению, на 1 января 2015 года провели дилеревизию. Вы помните, что количество незавершенного строительства оценивается в порядка 9 тысяч объектов на сумму 1 триллион 969 миллиардов. К сожалению, ситуация связана с тем, что мы, планируя в федеральную адресную инвестиционную программу, включаем туда объекты, которые в полном объеме не обеспечены соответствующей разрешительной документации. 2016 год не исключение. Выборочные проверки показывают, что при объеме 843 миллиарда инвестиционной программы по 260 объектам на сумму 160 миллиардов рублей в той или иной мере документация отсутствует. Это тема, которой тоже серьезно нужно заниматься во втором чтении. Пятое. Долговая политика. Бюджет, как вы знаете, сформирован с дефицитом в 3%. Основные источники покрытия – резервный фонд и заимствования, которые оценены в бюджете в триллион рублей. С учетом неблагоприятной экономической конъюнктуры, нам кажется, что такие заимствования достаточно проблематичны. Но, тем не менее, я хочу отметить, что показатели госдолга в ВВП в 2016 году прогнозируются на уровне 15,7% и сохраняются на относительно безопасном уровне – менее 20% ВВП. Расходы на обслуживание займут в структуре 4%, в структуре расходов. При этом сами расходы считаны по весьма благоприятным ставкам, но если сохранятся те ставки, которые действуют сейчас, то, естественно, расходы на обслуживание будут больше. Есть риски превышения расходов на обслуживание внешнего долга, так как рублевые эквиваленты рассчитаны по курсу 63,3 рубля за доллар США, а это уже почти уровень октябрьского курса. И, наконец, эффективность межбюджетных отношений – это шестой раздел. Эта тема едва ли не самая чувствительная при планировании бюджета, но с чем мы входим в бюджет 2016 года по консолидированным бюджетам регионов? Атон Германович на этом останавливался, но я хочу эту статистику посмотреть с другой стороны. На 1 ноября действительно бюджеты исполнены с профицитом в 500 миллиардов рублей, но 93,8% приходится на 4 субъекта – Москва, Питер, Московская и Сахалинская области. Все остальное находится в достаточно критической зоне. 48 бюджетов исполнены с дефицитом. Если мы будем исполнять те параметры, которые себе запланировали бюджеты регионов, то за 2 месяца дефицит консолидированных бюджетов должен составить 1,5 трлн рублей. Это невозможно и нереалистично. Значит, расходы не будут исполнены у бюджетов регионов. Минфин планирует меньше дефицит, но все равно при его ожидаемой оценке 1 трлн практически дефицитов бюджетов за 2 месяца 2015 года. И это означает, что нам кардинально нужно поменять политику по 2015 и 2016 году по части межбюджетных отношений. Но я хочу сказать о другом. Часть из того, что мы делаем, это абсолютно рукотворно. Это делаем мы сами. Ну, во-первых, межбюджетные трансферты не распределены в проекте бюджета на 37,9%, а это 606 миллиардов рублей. Необходимо максимально делить это законом. 90 субсидий... Добавьте две минуты. Ни одной хватит. 90 субсидий, по каждой из которых нужно выпустить нормативный документ. А это, как вы знаете, достаточно затянутая административная процедура, затягивание сроков перечисления в бюджеты регионов. Мы буквально вчера встречались с регионами. Регионам приходится каждый месяц менять свои законы о бюджетах, искать ресурсы. Ресурсы где берут? Если не получают в федеральном бюджете, значит, получают у коммерческих банков. Лидер по нераспределению и по количеству субсидий Минсельхоз. 41 субсидия, и только 17 распределено пока законом о бюджете. Ситуацию нужно кардинально менять, нужно заниматься работой по консолидации субсидий. Недоучет в оценках доходов регионов поступлений по КГН. Ситуация серьезно изменилась по сравнению с 2013 годом, и недоучитывать ее и в 2015, и в 2016 годах нельзя. Переплата существенная, по нашим оценкам, до 40 миллиардов рублей платежей за неработающее население из бюджетов субъектов Российской Федерации. А это тоже на них дополнительная нагрузка. Этот список можно было бы продолжать, но время уже закончилось. Я хочу сказать следующее. Несмотря на все проблемы этого бюджета, они сложные, имеющиеся риски его исполнения, как по доходам, так и по расходам, его нужно все-таки принимать в первом чтении и очень серьезно дорабатывать во втором. Я знаю, что Комитет по бюджету и налогам Государственной Думы подготовил достаточно объемный проект постановления, и я надеюсь, если он будет реализован, то и бюджет получится более качественным документом. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Семеновна. Коллеги, давайте прервемся. Перерыв до 12 часов 30 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...